Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Отвечу на многочисленные просьбы по спасению мальчишки с мусорной свалки. Назвали его пока Пьером. Для его спасения, а он большой, пока нет возможности, к сожалению. Квартирных передержек там нет, вольерные все заняты. У Игоря Местав тоже все заняты. Мы можем его поддержать и периодически подкармливать там, где он привык жить. Пока волонтеры будут за ним присматривать и возить ему корм. Надо сказать, что этот парень, он приспособлен к жизни. Он убегает от отлова, умеет прятаться, умеет постоять за себя. Он не бежит к людям, то есть он все-таки насторожен к людям. И это радует. Я думаю, что благодаря этим качествам он выживает, будет выживать. А дальше мы посмотрим. Так как есть большие проблемы сейчас с вывозом именно больших собак. Конечно, если бы мальчишке нашелся сразу дом, то мы бы попробовали его... Ну, не знаю, опять-таки, не знаю, как вывозить, не знаю насчет самолетов. Это не от нас зависит. Но что-то бы придумали. Может быть, карга. В Якутске ждут быстрой помощи другие хвостики, которые сами бегут к человеку, лежат руки, ложатся кверху животом, просят, умоляют спасти. Они нуждаются в большей степени, и их очень много. Я покажу вам несколько других, за которых тоже болит душа, и тоже не знаем, как их спасти, где передержать, где найти пассажира. Большие трудности начались с перелетами. Как-то после отправки собак в аэропорту Якутска девочки заметили вот такого вот песика. Обратили внимание на его гниющие отбирки уха. Он лежал безучастным ко всему в округе. Когда я его увидела, я попросила как можно быстрее его найти, спасти, забрать. Но как назло выпал снег. Было очень холодно, и его не могли найти. Видимо, куда-то убежал, спрятался. Стали опрашивать сотрудников порта. И нам рассказали, что он часто приходит в порт, стоит у дверей, просится зайти внутрь. Просится к людям, просится в тепло. Но его всегда прогоняли. И он, понурив голову, уходил. А недавно Игорь был в районе порта, и мы попросили посмотреть его вокруг, поискать. Он его нашел. Нашел, но не в порту, а где-то поодаль в районе озера. Местные жители рассказали, что он там по ночам, когда наступает тишина в темноте. Он кого-то ловит в этом холодном озере, в ледяной воде. То ли рыбешку какую себе добывает. Он сам добывает себе пропитание. Представляете, какой умница. И делает это все в холодной воде. Днем идет ложиться, отсыпается. Тюма Хрустин. Потому что я его сонного взял. Он не успел даже очухаться. Бирку-то не прочитать. Он даже не успел очухаться, как оказался у меня в машине. Хороший мальчик, розовый нос. И девушки все. Утюку-тюку-тюку-тюку-тюку-тюку. Он спать хочет, мать. Ну вот как этого малыша не спасти? Он не очень большой. Он до 20 килограмм. Посмотрите, какие у него глаза. Какой нос. Какой ребенок. Какой же он хороший. И такой умненький. А назвала я его пока заочно Амурчиком. Амур. Амур. Субтитры создавал DimaTorzok Каких-то собак, не беркованных Он стоит доверчиво рядом с этой машиной И смотрит, смотрит в глаза этим людям, которые ловят Никуда не убегает, не боится Такие доверчивые, любящие гибнут быстрее всех других Бинго уже пережил ужасы ППЖ Он был там в зимний период И не разуверился в человеке Удивительный пример любви к людям, к человеку Может кто-то откликнется и захочет его взять к себе У него очень замечательный характер Золотой мальчишка То он найдет себе палочку на газонах Там, где другие рабочие что-то ковыряются в земле с лопатой Тащит ее куда-то То он не может пролезть Но все равно упорно ищет способ протащить эту палку Или эту лопату Ну какой же он замечательный Постоянно находит в себе какие-то развлечения Он любит детей, он играет с ними Когда они уходят и оставляют на детской площадке Свои игрушки Он с удовольствием с ними играет Друзья, вы спрашиваете Как дела со строительством вольеров Отвечаю Собрано около 40 тысяч Этого, конечно же, мало Начинать что-то строить Пока ждем геодезиста Для консультации и решения вопроса с почвой Участок топит каждую весну Поэтому очень влажная почва, глинистая Нужно все сделать по уму Надо решить, как правильно распланировать работу Но с такой суммой, как 40 тысяч Даже не начнешь что-то делать Потому что этого недостаточно Поэтому дилемма Дилемма, с чего начать И на все это нужны деньги, конечно же Я благодарю всех, кто отозвался Кто откликнулся На предложение о нашей стройке Но пока вот не складывается С такой суммой у нас не получается организовать Но эти деньги отложены на стройку И я благодарю всех, кто отозвался И надеюсь, что еще будут отклики Чтобы начать закупить материалы И сдвинуться с мертвой точки Ну а пока Мы вот поставили небольшой бассейник Нашим собакам Которые изнывают от жары Многое хотелось бы Но пока многое не получается у нас Но мы стараемся Спасибо, кто нам помогает Спасибо, друзья Спасибо Спасибо